А теперь давай попробуем создать комикс. Выберем несколько кадров из нашего мультфильма и поместим их в комикс. Для этого на понравившемся кадре нажимаем кнопку «Сделать текущий кадр страницей в комиксе». А теперь перейдем в редактор комиксов. Нажимаем кнопку «Перейти в режим редактирования комикса». И перед нами появляется последний кадр, который мы выбирали для комикса. Сначала добавим фразу. Для этого нажми кнопку «Добавить баллон с текстом на страницу». В открывшемся окне введем слова «Привет! Я Незнайка». А теперь давай передвинем баллон с текстом к арту Незнайки. Как это сделать, ты уже знаешь. Получилось, как в настоящем комиксе. Но для настоящего комикса у нас очень большая картинка. Нам необходимо ее обрезать. Для этого нажми кнопку «Вырезать часть картинки» и, используя мышку, отрезаем часть рисунка, которая нам нужна. Именно эта часть будет использоваться в комиксе. Для того, чтобы выбрать другую картинку и отредактировать ее, надо нажать кнопку «Открыть комикс» и выбрать нужную. У нас есть готовые картинки к комиксу, но нет еще самого комикса. Нажимаем кнопку «Подготовить комикс к печати». В открывшемся окне мы создаем сам комикс. С помощью этих кнопок изменяется формат страницы. Для добавления картинки на страницу нажмем кнопку «Вставка картинки на страницу» и выбираем наилучшее расположение картинки на листе. Если же какая-то картинка кажется тебе ненужной на листе, то ее можно удалить с помощью кнопки «Удаление картинки со страницы». Для добавления новой страницы нажми кнопку «Создание новой страницы», а для удаления существующей – «Удаление страницы». Если комикс готов, то нажми кнопку «Печать комикса» и у тебя будет настоящий комикс, сделанный твоими руками. Если ты хочешь узнать больше о конструкторе мультфильмов, прочти книжечку, находящуюся в коробке с диском. Удачи!